У нашего ребенка диагноз спинальная мышечная атрофия СМА, СМА второго типа. До двух лет у нас ребенок продевался нормально, соответственно, возрасту. После двух лет у него проявился диагноз спинальная мышечная атрофия, то есть он начал... Мышцы у него ослабели, он, когда ходил, начал падать, просил руку помощи, чтобы ходить, потом по стеночке он, как это называется, при помощи стеночек передвигался, потом он уже сполз. Но он у меня не ползая пошел, потом два года перестал ходить. И вот мы в Адербайджане два года, как говорится, пытались поставить диагноз, нам не могли поставить диагноз, нам пришли поехать в Москву, мы там пролежали две недели в больнице, и нам там уже поставили диагноз спинальная мышечная атрофия СМА второго типа. Ну, мы вернулись в Адербайджан, продолжили лечение, ходили в реабилитационный центр, посещали, плавание посещали. И вот недавно буквально мы узнали, что нам от знакомых сказали, что Бердавит, центр в Адербайджане, что они излечивают, лечат, и вот мы обратились к ним. И сейчас как две недели мы... Дело в том, что методика, которой мы пользуемся, она как бы не относится к конкретному диагнозу. Она относится, в общем, к состоянию человека и, в принципе, работает для многих диагнозов. Поэтому вот когда Анна с Сашей обратились к нам, мы подумали, что надо как бы попробовать, потому что эта методика должна работать и на этом диагнозе. Поэтому вот сейчас они у нас, так сказать, на экспериментальном лечении, на экспериментальной терапии. И вот мы смотрим, что происходит. И пока что, пока что неплохо. Диагнозы берутся на том, что мы задаем. Сминальная мышечная атрофия. СМА. Это называется СМА. Это заболевание считается неизлечимым, оно считается смертельным. То есть такие люди, они погибают примерно до 20 лет. То есть... Там происходит постепенное отмирание нервных клеток в спинном мозге, и человек потихоньку, в общем, теряет возможность использовать свои мышцы. Сначала он теряет возможность ходить, потом это поднимается выше. И, в общем, в конечном итоге, совсем когда уже к концу, то человек просто не может дышать. И, в общем, как правило, умирают вот либо от этого, либо от каких-то аспираторных осложнений. И, в общем, короче, родители, конечно, ищут лечение. Существуют какие-то уколы, вроде даже существует какое-то генетическое лечение. Но мы люди простые, мы этим всем не пользуемся. Мы пользуемся только тем, что мы умеем. И, скажем так, принцип... Мы достаточно понимаем физиологию, чтобы понимать, что именно происходит при вот таком вот нарушении. И, собственно, из нашего опыта понятно, что вот эта наша терапия должна помогать, по крайней мере, скажем так, может быть, и не полностью, но хотя бы она должна помочь и функционально, и в плане продления жизни. Так что мы, в общем, очень надеемся на успех и, в общем, посмотрим. И, в общем, очень надеемся. И, в общем, очень надеемся. Существует... Потомус irregular. Иосифа подраздjakлась. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...